С телевидением у дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной отношения не складываются. Вот уже несколько лет актриса ведет борьбу против разлагающих умы зрителей ТВ-проектов. Особенно Марию Васильевну раздражала деятельность Андрея Малахова, который в прошлом в неприглядном свете представил семью Шукшиной. Тогда, напомним, вся страна узнала, что дочь звезды Анна продала квартиру знаменитой бабушке Лидии Федосеевой-Шукшиной, а сын Макар сначала сделал ребенка своей подружке Фреи Зильбер, а потом бросил ее с малышом. Кроме того, на съемки скандального шоу часто приглашали знакомых артистки в связи с браком вдовы Шукшина и Барри Алибасова. В общем, у Марии действительно есть все причины недолюбливать телевидение. Однако Шукшина в своей неприязни пошла дальше, буквально объявив войну всему тому, что преимущественно показывают на федеральных каналах. Только недавно артистка вызверилась на передачу «Мужское и женское». Тогда Шукшина погнала ведущих шоу Юлию Барановскую и Александра Гордона с телевидения. Вот только жесткая и непримиримая позиция актрисы далеко не у всех вызывает положительные эмоции. Безусловно, часть поклонников поддерживает Марию Васильевну. Но есть, к примеру, продюсер Леонид Дзюник, который уверен, зрители сами выбирают, что смотреть. Концертный директор подчеркнул, что такие люди, как Диана Шурыгина или Гоген Солнцев, не самые лучшие гости для ток-шоу. В этом плане Шукшина права. Но есть и такие программы, которые интересны зрителям. И закрытие подобных передач приведет не к повышению морального облика публики, а к тому, что люди просто перестанут смотреть телевизор и полностью сосредоточатся на сети. Или Маша Шукшина предлагает свою зарплату отдавать на развитие телевидения. Пусть лучше расскажет о духовных ценностях своей сестры, которая приехала из Египта, когда почувствовала, что матери становится плохо, врезал Шукшиной Леонид Дзюник.